Братья и сестры, мы приветствуем всех вас, попросим вначале вставши, а мы встать, и мы все вместе прочитаем Псалом 144 с первого стиха. Буду превозносить Тебя, Боже мой, Царь мой, и благословлять имя Твое во веки и веки. Всякий день буду благословлять Тебя и восхвалять имя Твое во веки и веки. Велик Господь и достохвален, и величие Его неисследимо. Род роду будет восхвалять дела Твои и возвещать о могуществе Твоем, а я буду размышлять о высокой славе величия Твоего и о дивных делах Твоих. Буду говорить о могуществе страшных дел Твоих, и я буду возвещать о величии Твоем. Буду провозглашать память великой благости Твоей и воспевать правду Твою. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его. Да славят Тебя, Господи, все дела Твои, и да благословляют Тебя, святые Твои. Да проповедуют славу Царства Твоего и да повествуют о могуществе Твоем, чтобы дать знать Сынам Человеческим о могуществе Твоем и о славном величии Царства Твоего. Аминь. Аминь. Твоей небога и Творца Твоей небога и Творца Прославьте, Аллилуйя, пусть солнце жаркого лучи и мягких светлых ночей прославят, прославят, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя. Водите все перед творцом, славьте в смирении старшеством, прославьте, Аллилуйя. Бог приеден и Бог живой, Отец и Сын и пусть тобой прославлен, прославлен, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя. Пусть все обытые в крови, радость найдут в Его любви. Прославьте, Аллилуйя. Он победил грехи и тьму, время забот отдаем. Прославьте, прославьте, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя. Снова вернется, О, царит. Будет весь мир Его хвалить. Прославьте, Аллилуйя. Прославьте, Аллилуйя. Слонят колени перед ним. Весь мир перед царем своим. Прославьте, прославьте, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя. Мы будем молиться. Отец Небесный, мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты велик. И мы хотим присоединиться, Господь, к словам Давида, к хвалы, Господь, Его Тебе. Желаем прославить Тебя, Господь, восхвалять Тебя, особенно сегодня, здесь, на этом месте, Господь. Пусть Твой Дух Святой работает в каждом из нас, в наших сердцах, Господь. Слыша Слово Твое, слыша истины Твои и производил эту хвалу и благодарность Тебе, Господь. Ты этого действительно достоин, Господь. Также мы просим, помоги нам, Господь, иметь эту хвалу Тебе в наших домах, Господь, чтобы наши дети это видели и мы могли передавать это следующему роду, Господь, так как мы читали. Благослови это служение, Господь. Пусть оно принесет достойную славу и хвалу Тебе, Господь. Многие из нас сегодня болеют и мы просим, Господь, Твоего исцеления над каждым из нас, особенно за детей, которые болеют, Господь. Ты исцели и мы верим, что Ты это сделаешь. Аминь. 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 Божий нам рожден, Оставил власти трон, Без славы не пришел здесь сильный сад. Вся сила и полнота, вся слава и красота, явились в эту дочь в матерце нам. Приди и посмотри, Христос, Господь, нас грешный спасет, Божий Сын рожден, как мы. Христос, Господь, наш царь принял плод, нам рожден Господь Иисус. Мессия был тогда, когда в хлеву лежал, рожден, чтоб искупить позорный грех. В хлеву Он мирно спит, но Он соединит Святого Бога и спасет, и всех прииди и поклонись. Христос, Господь, нас грешный спасет, Божий Сын рожден, как мы. Христос, Господь, наш царь принял плод, нам рожден Господь. Христос, Господь, нас грешных спасет, Божий Сын рожден, как мы. Христос, Господь, наш царь принял плод, нам рожден Господь Иисус. Христос, Господь, наш царь принял плод, нам рожден Господь Иисус. Всего Творец. Христос, Господь, наш царь принял плод, нам рожден Господь. Чудный Спаситель, Ты, Вечности Отец, Советник Всевогущий, Бог. Во всей вселенной, всех завершений, Иисус, Ты, Вечности Царь. Царь, мне прекраснее Тебя во всей вселенной, Ты, Творец внедренной красоты. Свет Твой ярче, чем все звезды в мире две нам. Иисус, сокрыта жизнь в Тебе. Иисус, сокрыта жизнь в Тебе. Солнце сияет. 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 Суши, Боже, человек. Ты ведь достоин славы и чести, Ты ведь достоин славы и чести, В этом месте и проставлять нашего Святого Бога, Имя Его вместе с вами. И это так, эта жизнь, она сокрыта во Христе, Так как мы пропели. Давайте откроем вместе Псалом 89, Это в русской Библии, 90-й, это в английской Библии будет. И прочитаем весь этот Псалом. Молитва Моисея, Человека Божия. Господи, Ты нам прибежище в рот и рот. Прежде нежели родились горы, Ты образовал землю и вселенную. И от века и до века Ты Бог. Ты взращиваешь человека в тлении и говоришь, «Возвратись, сыны человеческие, Ибо пред очами Твоими тысячи лет, Как день вчерашний, Когда Он пришел и как стража в ночи, Так как наводнение уносишь их, Как сон, как трава, Которая утром вырастает, Утром цветет, зеленеет, Вечером подсекается и засыхает. Ибо мы исчезаем от гнева Твоего, И от ярости Твоей мы в смятении. Ты положил беззаконие наше пред Тобою, И тайное наше пред светом лица Твоего. Все дни наши прошли в гневе Твоем, Мы теряем лета наши, как звук. Дни лет наших 70 лет, А при большей крепости 80 лет. Самая лучшая пора их труд и болезни, Ибо проходят быстро, и мы летим. Кто знает силу гнева Твоего И ярость Твою по мере страха Твоего? Научи нас числять так дни наши, Чтобы нам приобрести сердце мудрое. Обратись, Господи, доколе, И милосердишь над рабами Твоими. Рано насыти нас милостью Твоею, И мы будем радоваться и веселиться Во все дни наши. Возвесели нас за дни, В которые Ты поражал нас, За лета, которыми мы видели бедствие. Да явится на рабах Твоих дело Твое, И на сынах их слава Твоя. И да будет благоволение Господа Бога нашего на нас, И в деле рук наших спаспешистуй нам. В деле рук наших спаспешистуй. Помолимся. Отец наш Небесный, Мы благодарим и славим Господь Тебя за этот день, Что Ты даровал нам возможность еще собраться, И славить имя Твое. Млагодарим Господь Тебя за, Что можем стоять пред Тобой, И прославлять имя Твое, И смотреть, Господь, На подход этого, Конец этого года, И подводить итоги, Взвешивать. Но помоги, чтобы мы могли счастливать дни наши Каждый день, Чтоб мы не только Делали ударение это С перехода старого на Новый год. Я прошу Тебя, Господь, Ты также благослови Все Служения наши, Господь. Благослови Слово сегодняшнее, Которое будет говориться Нашим сердцам, Чтоб Твое Слово, Господь, Работал в наших сердцах. Благослови музыкальное служение, Детское служение. Мы просим Тебя, Господь, Будь прославлен через все это служение, И Да будет милость над всеми нами. Слава Тебя за все. Аминь. Ты мне подаруй, Мой, Боже, Такую песню, Как у ангелы Спевали в ту ночь Тоби. Подаруй мені Серце чисте-чисте, И думок прозорих, Наче білий сніг. Ты мне подаруй, Просто ту Твою Відвертість, И божанья, Ни золота, Срібла, Небес, И наповни добротою Мое сердце, Хай Твоего світла Сяе промінець. Там, де Ти родився, Не падав білий сніг, Не було морозу, Холоду, Ми цілі, Ти лежав у яслях бідних І простих, І тому лиш в небі Ангели раділи. Поклонюся я тобі, Як пастухи, А в дарунок Принесу своє я серце, Ти візьми моє життя Щоб змогла зрозуміти Прощення Твоєй любов, Щоб була багата На добро і милість, Пам'ятала Твою жертву, Твою кров. Там, де Ти родився, Не падав білий сніг, Не було морозу, Холоду, Ми цілі, Ти лежав у яслях бідних І простих, І тому лиш в небі Ангели раділи. Поклонюся я тобі, Як пастухи, А в дарунок Принесу своє я серце, Ти візьми моє життя І всі думки, Щоб не вмер мій дух, Щоб я в тобі воскресла. Ти візьми моє життя І всі думки, Щоб не вмер мій дух, Щоб я в тобі воскресла. Слава Богу! Всех приветствую, дорогие друзья! Хорош, що ми на разных язиках можем славити Господа. Ну що, С наступаючим Новим Годом! Це у нас, похоже, Последнє собрання в цьому году. Посмотрите, пожалуйста, В своїй бюллетені. У мене є тільки пара моментів, Которые я хочу отметити того, Чего там нет. Во-первых, у нас є календарі Церкви Слова Благодати На следующий год. Кто ще не взял І хоче взяти? Возьмите, пожалуйста, Чтоб нам не пришлось Іти в подворотнях раздавать. У нас їх ще багато. Возьмите. Во вторник у нас собрання не буде. Ми встречаємо Новий Год Где в семьях, Где по групам. Я хочу просто попросить тех, Кто ще не определился. Якщо ви хочете, Любая із домашних груп С удовольствием вас примет. Вот здесь є Імена братьев, Руководителі домашних груп. Якщо ви ще так не определились, І немножко в растерянності, І хочете встретитися І з якимось домашній групою. Воскресенье у нас буде Служення, Воспоминання, Вечерей Господній. Благослови нас, Господь, Подготовиться всем, Чтоб мы були готовы К этому священнодейству. 11 января Наше следующее праздничное Церковно-семейное общение, Оно буде посвящено Юбилею нашей Церкви. Сердечно всех приглашаем, Приглашайте друзей, Чтоб мы могли вместе порадоваться И поблагодарить Бога За то, Что Он хранит нас Все это время. И наше годовое членское собрание Будет в пятницу 7 февраля. Благослови нас всех, Господь! А сейчас давайте мы все вместе Встанем и споем пение «Будь моим видением». Будь моим видением, Боже святой, Будь самым близким, Иди за собой, Чтоб мне весь мир И вся жизнь без Тебя, Ночью ли, днем ли Ты радость моя? Будь моей мудростью жизни путем, Дай пребывать мне во свете Твоем, Ты мой отец и Твоем я дитя, Вся жизнь моя до прославит Тебя, Жажду не злата, И славы людской, Ты мое счастье, Последник я твой, Последник я твой, Будь в моем сердце, Царем ты всегда, Чтоб не жить в этом мире трудах. Иисус Спаситель, Победа моя, Иисус Спаситель, Иисус Спаситель, Вся жизнь. Ты радость моя, Иисус Спаситель, Иисус Спаситель, Иисус Спаситель. Аминь. 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 Make sure, что USB включен, сам проводок в компьютер. Или, пожалуйста, тогда можете переключать со мной вместе. У вас есть ваши бюллетени. Цель нашей церкви, посмотрите, назад один слайд, пожалуйста. Цель существования нашей церкви следующая. Если вы вступали в члены церкви, я надеюсь, что вы это читали, это записано в нашей философии служения, вот в документе, который у нас есть. И если вы помните, мы с вами как-то говорили, чтобы это был документ, который не просто живет где-то в папке или там в компьютере далеко спрятан, но чтобы это был живой документ, по которому мы бы ориентировали. Ориентировали свою жизнь, продвижение нашей церкви. Посмотрите, мы так это сформулировали здесь. Это зрелые и радостные поклонники Иисуса Христа, живущие ради прославления Бога через созидание церкви и распространение Его Евангелия по всей земле. Это не богодохновенное писание, это не богодохновенное утверждение, хотя я глубоко верю, что оно очень детально и очень хорошо затрагивает главные аспекты вообще цели существования христианина на этой земле. Посмотрите, во-первых, цель для того, чтобы возрастать в зрелости, чтобы быть более духовно взрослым. Во-вторых, чтобы находить свою радость в Господе. Радостная имеется в виду радость, которая исходит из Господа. Мы об этом говорили с вами несколько недель тому назад. Далее, посмотрите, это истинные поклонники Иисуса Христа. То есть это люди, которые возрастают в своем поклонении пред Богом. И это люди, которые имеют ясную цель в своей жизни. Посмотрите, это прославление Бога, и они это делают через две вещи. Через посвящение, созидание Его Церкви и проповедь Евангелия другим людям. Возможно, это упрощенный вариант цели каждого христианина, но давайте вот в свете этой цели посмотрим на 12 главу римлянам с вами и прочитаем всю эту главу. Свет 21 стих. Итак, давайте прочитаем с первого стиха. Павел говорит. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. По данной мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Богу делил. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так и мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члена. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение, пребывай в служении. Учитель ли в учении. Увещатель ли, увещевай. Раздаватель ли, раздавай в простоте. Начальник ли, начальству и с усердием. Благотворитель ли, благотвори с радушием. Любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. В почтительности друг друга предупреждайте. В усердии не ослабевайте. Духом пламенейте. Господу служите. Утешайтесь надеждою. В скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. В нуждах святых принимайте участие. Ревнуйте о страноприимстве. Благословляйте гонителей ваших. Благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомыслены между собою. Не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным. Не мечтайте о себе. Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром пред всеми человеками. Если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место к небу Божьему. Ибо написано мне отомщение, я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напои его. Ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Аминь. Замечательная глава, друзья. Я надеюсь, что это не первый раз, когда вы ее слышали, не первый раз вы читаете. Если вы находитесь в церкви уже несколько лет, хотя бы, вы наверняка ее читали. И я хочу сегодня с вами здесь увидеть четыре сферы сердца христианина, в которых он должен возрастать каждый день своей жизни. И которая, в принципе, является измерением его жизни. Друзья, вот то, насколько вы увидите сегодня прогресс в вашем сердце, в вашей душе, в вашей внутренности, вот в этих сферах, точно настолько этот год прошел не напрасно, и точно настолько вы стали ближе к Богу. Итак, самое первое, о чем мы читаем здесь, это сердце очарованное, я так выбрал специальное слово, очарованное милосердием Божьим. Сердце очарованное милосердием Божьим. Посмотрите, как апостол Павел начинает эту главу, 12 глава, 1 стих. Он говорит, «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу». Очень часто мы можем с вами услышать проповедя на этот стих, и очень часто много проповедников призывают для того, чтобы, или к тому, чтобы люди, христиане посвятили себя в жертву. Но в своей жизни мне не приходилось очень много слышать проповедей, которые делают акцент вот на именно эту фразу. «Умоляю вас, не просто представьте тела ваши в жертву, а умоляю вас милосердием Божьим». Друзья, это ключевая фраза в этой главе. Вот упустите эту фразу, и вы упустите огромную часть того, что Павел вообще пытался донести своим читателям в послании к римлянам. Если вы внимательно почитаете первые 11 глав, вы увидите, с каким энтузиазмом и с какой воодушевленностью Павел посвятил эти главы для того, чтобы помочь его читателям ощутить красоту Евангелия, ощутить красоту того, что вообще они имеют во Христе. Первая глава, 16 стих служит такой отправной точкой этого послания. Он говорит, «Ибо я не стыжусь Евангелия Христова». Слово «благорестование» — это слово Евангелия в греческом. «Я не стыжусь Евангелия Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и елену». Так вот, апостол Павел, он отталкивается от этой фразы и начинает писать все послание к римлянам. Во-первых, он начинает объяснять нужду человека в Божьей праведности. Если вы почитаете первые три главы, он именно этому посвящает первые три главы. Он говорит, «Неважно, ты либо иудей, который вырос в правильной семье, у которого правильный бэкграунд, у которого правильное наследство». Он говорит, «Неважно, либо ты иудей, или ты елен, то есть не иудей». Одинаково. Иудеи и елены, они все нуждаются в Божьей праведности. Они не могут себя оправдать своей собственной праведностью. На современный язык я это переведу. «Неважно, ты ДВР или ты не ДВР. Неважно, ты родился в христианской семье, в правильной, хорошей, или ты родился в мирской, в семье наркоманов и алкоголиков». Одинаково, он говорит, «Все люди одинаково нуждаются во спасителе». Об этом он говорит, он итог подводит в третьей главе, в девятом стихе. Посмотрите. «Итак, что же, имеем ли мы, иудеи, преимущество?» Он говорит, «Нисколько. Ибо мы уже доказали». Он говорит, «Это ясно». Прочитайте первые три главы, он посвятил этому, чтобы объяснить, что как иудеи, так и елены все под грехом. В 23 стихе он говорит, «Все согрешили и лишены славы Божьей». И далее, начиная с 21 стиха 3 главы, Павел показывает то, каким образом Бог оправдывает вот этих иудеев и еленов, которые под грехом. Каким образом Бог посредством Иисуса Христа делает грешников праведными перед собою. В 4 главе он объясняет, например, Ахавраама и Давида и других людей, даже ветхозаветних святых. Он говорит, «Посмотрите, как они становились праведными пред Богом посредством их веры». В Ветхом Завете, друзья, люди никогда не оправдывались законом. Спасение было всегда по благодати через веру. И он это показывает в 4 главе. В 5 главе он говорит о результатах оправдания. Он говорит, «Оправдавшись верою, мы имеем теперь настоящий стабильный мир с Богом. Мы уже не во вражде с Ним. Мы можем рассчитывать на Его благорасположение к нам». В 6, 7, 8 главе он говорит о результатах оправдания. Он говорит, что как оправданные люди мы освободились от греха. В 7 главе он говорит о нашей борьбе со грехом. В 8 главе он говорит о нашей победе греха. С 9 по 8 или по 11 главу Павел затрагивает еще крайне важный вопрос. Это отношение Евангелия к Израилю. Вообще, какой у Бога план к Израилю? Этому он посвящает с 9 по 11 главу. И там он также открывает очень важный вопрос избрания, суверенности Божьей в спасении. И вот, наконец, друзья, в конце 11 главы, посмотрите, как он заканчивает вот эту секцию своего послания. Он говорит о бездна, богатства и премудрости и ведения Божьи. Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его. Ибо кто познал ум Господен? Или кто был советником Ему? Или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? То есть, кто Ему дал что-то в долг? Кому Бог вообще чему-то должен? Ибо все из Него. Им и к Нему. Ему слава вовеки. Друзья, вот так вот апостол Павел заканчивает свою дискуссию о милосердии Божьем. И на основании этого потом он говорит, я вот умоляю вас вот этим милосердием, которые я только что вам представил. Столько милостей, столько благодати он проявил к нам. Кстати, вот это слово милосердие в оригинале, оно звучит или стоит во множественном числе. Если вы посмотрите в английский перевод, там он говорит, то есть это не просто одно милосердие, он говорит о целом букете милосердных поступков, которые Бог проявил к людям. Само слово милосердие, вот очень интересное греческое слово, это означает милосердие, сострадание, жалость или проявление беспокойства о проблемах другого человека. Мы с вами, друзья, очень часто проявляем милосердие всякий раз, когда мы видим человека нуждающегося. Где-то случилось какое-то стихийное бедствие, наводнение, землетрясение. И мы говорим, есть целые миссии милосердия, которые видят нуждающихся беспомощных людей, которые абсолютно не могут решить свою проблему. И вот эти миссии милосердия посылают им помощь. Друзья, вот это идеальная картина того, что Бог сделал с нами. Мы с вами были абсолютно беспомощными, безнадежными людьми. И Бог, Он нашел нас в этом мире. Он коснулся, Он сделал для нас выход из нашего положения. Один из современных переводов, посмотрите, русских, он переводит этот стих таким образом. Он говорит, в ответ на милости Божьи призываю вас, братья, отдать Ему тела ваши в жертву святую, живую и богоугодную, осмысленно служить Ему. Друзья, вот Павел практически здесь показывает, что происходит с человеком, который умеет правильно реагировать на свое спасение. Друзья, и ваш духовный рост. Вот говоря об измерении жизни, мы сегодня говорим, как вам меня вообще измерят в свой духовный рост. Возьму ли я линейку, возьму ли я градусник, нету сегодня такого вот измерительного какого-то препарата. Друзья, но неважно, как вы измеряете свой духовный рост, невозможно будет вам духовно расти, если вы не поймете вот эту очень важную истину, если вы не будете очарованы Божьей благодатью и Божьей милостью к вам, если вы не будете углубляться и глубже понимать, что же произошло вообще там, на Голговском кресте. Друзья, и вот почему мы с вами так много говорим об этом. Вот почему мы поем песни об этом. Вот почему в каждой проповеди я об этом напоминаю. Вот почему, друзья, особенно в Рождество и Пасху, это самые большие христианские праздники, важно знать не только историю Рождества и Пасхи. Важно знать не просто события, когда там было, и сколько там было мудрецов и пастухов, и что они принесли. Друзья, важно понимать суть и углубляться, для чего же Христос воскрес. А что, если бы Он не воскрес? А для чего Он родился? А какая была Его цель? Друзья, и вот пока мы это не будем глубже и глубже понимать, а поверьте, нам есть куда углубляться. Если вы думаете, что вы уже полностью охватили приход Христа на эту землю, друзья, we're just scratching the surface. Мы просто поверхностно об этом говорим, потому что это то, что делает Бог, бесконечный Бог, друзья. И нам есть во что углубляться. Нам это нужно делать, друзья, пока Евангелие не овладеет нашим сердцем. Если вы слышите Евангелие, и это просто проходит у вас уже мимо ушей, вы к этому привыкаете, и сердце уже не бьется сильнее. Друзья, значит, вы не поймете того, с каким энтузиазмом, с каким очарованием Павел пишет вот эти вот слова. Он говорит, умоляю вас, милосердием Божьим. На основании, если вы поняли его милосердие, представьте тела ваши в жертву. Друзья, когда мы с вами говорим о милосердии Божьем, если бы я вас сегодня спросил, какое милосердие Бог проявил к вам, вот то, что первое придет к вам на разум, это больше всего вы цените в вашей жизни. И некоторые, когда идет день благодарения или другие возможности благодарить Бога за что-то, самое первое, они говорят, ну, милосердие, это, наверное, семья, которую он мне дал. Это, может быть, работа, которую он мне дал. Это то, что у нас есть что покушать. Друзья, все это на своем месте. Но я хочу сказать, что Павел, когда он говорит о милосердии Божьей здесь, о милостях Бога, он говорит не о материальных благах. Кстати, если вы подумаете вообще о аудитории, которым это писалось, у этих людей было очень мало материальных благ. У них не было и доли того, что мы сегодня с вами имеем. И сегодня вопрос, друзья, ощутил ли ты вот за этот год, за этот прожитый год, глубже ту милость, которую Бог проявил к тебе во спасении? Осознал ли ты глубже в этом году то, насколько ты грешен, и насколько у тебя не было бы никаких шансов на спасение, если бы Бог в своей милости не нашел бы тебя и не призвял бы тебя к себе? Я уверен, друзья, что вы об этом знали в начале этого года, но осознали ли вы это глубже? Прошло ли это глубже через ваше сердце? Осознал ли ты глубже ту истину, что если бы Бог никогда не избрал тебя, ты бы никогда не избрал Его? Осознаешь ли ты глубже вообще, что Бог дал тебе в Иисусе Христе, что ты имеешь намного больше, чем спасение от ада, ты имеешь усыновление, ты имеешь наследство самого Иисуса Христа, ты имеешь новое сердце, новую природу, ты имеешь драгоценных братьев и сестер, которые являются одной частью церкви, которая тоже есть проявление милосердия Божьего, ты имеешь уверенность в будущем, ты имеешь надежду, ты имеешь свободу от страха, от греха, от беспокойства в настоящей жизни. Друзья, у нас есть очень много милостей Божьих, которые нам нужно не просто знать, которые нам не нужно, не просто помнить, друзья, нам нужно ими очаровываться, нужно, чтобы они захватывали наш дух, захватывали наше сердце. Самое первое, что я хочу подчеркнуть в этой главе, второе, посмотрите, это сердце, посвященное для Божьих целей. Сердце, посвященное для Божьих целей. Об этом он говорит во второй части первого стиха, и во втором стихе, посмотрите, «Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашим». Кому-то, возможно, покажется немного странным, что Павел здесь говорит о том, чтобы представить не сердце, а именно тело в жертву. Если мы не понимаем здесь контекста, то делая такое ударение на теле, мы можем прийти к выводу, что апостолу Павлу просто важно то, что мы делаем. Главное, чтобы тело что-то делало, а сердце не так важно. Друзья, на самом деле, как мы уже видели, если мы понимаем с вами контекст, Павел далеко не говорит просто о деятельности, о занятости, о религиозной деятельности. Он уже сказал о том, что это посвящение должно быть движимое сердцем, которое охвачено проявлением Божьей милости к огрешнику. Друзья, я вас убеждаю, что если вы начнете с вашего сердца, помните, как Христос говорил, что из сердца исходят помыслы, любодеяния, всякие плохие вещи. Но я хочу сказать, что из сердца так же исходят и хорошие вещи. Вот то, чем ваше сердце переполнено, то будет ваше тело делать. Вот почему Он наполнял наше сердце милосердием, милостями Божьими на протяжении 11 глав. Он приготовил нас. В принципе, христианин, который понял смысл 11 первых глав, он должен подойти к 12 главе с вопросом, да что же мне делать? Как я могу ответить Богу на вот эти вот милости? И он говорит, теперь я показываю вам, что вы можете этим милосердием на основании этого милосердия представить себя. Друзья, посвящение своего тела, оно исходит из внутренних убеждений. Всегда. Вот ваши внутренние убеждения будут всегда диктовать то, что вы будете делать с вашим телом. И, кстати, ваши приоритеты в жизни будут всегда диктовать то, на что у вас есть время в вашем графике, что по-настоящему ценно для вас. Вы знаете, что в Новый год очень часто люди делают резолюции. Я, в принципе, не против резолюции. Но хочу сказать, что если вы посмотрите на практический результат, то очень мало людей делают резолюции из убеждения сердца. В основном это под таким, знаете, духом просто Нового года, давайте какие-то резолюции сделаем. Проходит неделя, проходит две, и человек то, что он решил посвятить себя чему-то, оно куда-то уходит. Друзья, это происходит, потому что эти резолюции не исходили из убеждения сердца. Человек в глубине своего сердца не убежден в том, что то, что он делает резолюция, ему необходимо действительно. И вот Павел здесь говорит, что самая правильная реакция человека, который понял Евангелие, который дал Евангелие пропитать свое сердце, это реакция посвящения себя на служение Богу для жизни, которая заключается не в моих целях, не в моих интересах, друзья, а в Божьих целях и в Божьих интересах. Вы знаете, одна из особенностей нашего времени заключается в том, что люди сегодня очень в огромной мере живут для себя. Я думаю, что это не секрет. Если вы посмотрите вокруг, если вы проанализируете себя, то люди сегодня крайне-крайне самоцентричны. Это неудивительно, потому что апостол Павел, посмотрите, 2 Тимофей в 3 главе сказал такие слова. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие». Вот чем они будут тяжкие? Тем, что люди будут самолюбивые, сребролюбивые, гордые, надменные, злоречивые, родителям непокорные, неблагодарные, нечестивые, недружелюбные, очень важно заметьте, недружелюбные. То есть им никто не нужен, они одиночки. Им не нужны другие люди, они не ищут отношений. Непримирительные, клеветники, невоздержанные, жестокие, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивые, нежели боголюбивые. Друзья, вот если вы проанализируете каждое из этих слов, вы видите, самый главный корень каждого из них – это самолюбие. Это самоцентризм. Это люди, которые больше всего любят себя и живут с желанием, чтобы вся эта вселенная вращалась вокруг их желаний и их предпочтений. Это очень хорошее описание людей в наше время. Особенно, друзья, молодежи, которая выросла в сегодняшней культуре. Я надеюсь, что наша молодежь лучше, она не подвергается под это все давление, хотя их тоже захлестнуло это. Но, друзья, если вы проанализируете вообще движение, которое сегодня есть, в основном культуру, в которой мы живем, это крайне самоцентричная культура. Речь не идет. Я сегодня не говорю о том, что раньше не было самоцентричных людей. Грешники всегда были. И, кстати, если вы посмотрите это послание, Павел пишет его в таком тоне. Он ожидает, что Тимофей сам еще застанет это время. Он говорит, знай, что в последнее время наступят времена натяжки. И там он говорит ему, но у тебя есть для этого священное Писание, все Писание Бога вдохновенное и так далее. То есть всегда, друзья, были люди самоцентричные, эгоистичные. Я не хочу сегодня сказать, что сегодня люди более грешные, чем они были при Содоме и Гаморе. Или шесть тысяч лет тому назад, после Адама и Евы. Абсолютно нет, друзья. Грешность такая же самая. Особенность в том, что у нас сегодня есть намного больше возможностей и технологий для того, чтобы реализовать вот это самолюбие. Благодаря тому, что человек себя сегодня может, например, обеспечить. Сам себя. Он сам работает. У него все есть. Ему ничего не нужно от других. Это у него искушение сделаться более самодостаточным и не нуждающимся в других людях. Если вы помните, что Первая Церковь, что их сближало, друзья? Когда были гонения. Когда были сложные времена. Вы знаете, что их сближало? Их сближало в том, что они понимали очень глубоко, они нуждаются друг во друге. У них было все общее. Они понимали, что мы не самодостаточны. Мы нуждаемся в том, что имеет другой человек. И у нас есть вот этот обмен всяких разных вещей. И даже вот я застал эту эру, когда я жил в Советском Союзе. Я помню, даже там люди мало имели. Если вы помните, придет там соседка, там спросит, а есть ли там соль или что-то еще, какие-то вещи. Можно там у вас то взять или другое. И люди давали. Люди, которые имели больше между собой общения. Потому что нужд было больше. Сегодня, друзья, дети уже очень мало берут у друг друга игрушки какие-то. То есть у них уже свои есть игрушки. Сегодня даже, когда дети проводят время вместе, они сидят на своих селфонах. Почему? Подумайте глубже, друзья. Почему сидит толпа людей, 12 человек, собрались for fellowship, и каждый сидит на своем селфоне? Потому что, друзья, на самом деле этим людям им не нужно общение. Они самодостаточны. То, что у них есть селфон, и то, что он предлагает, оно достаточно, чтобы удовлетворить этого человека. И вот они сидят, они молчат, они даже текстуют, может быть, друг другу. И этим они показывают, что мне, в принципе, здесь никто не нужен. И даже это как-то смотрится, как какая-то хорошая вещь, которая сегодня аплодирует. Это круто. Это не круто сегодня показать, что Hey, I'm not having fun. I need you. We have to have some fellowship. Наоборот, люди говорят, это чувство достоинства, когда я могу показать, что Hey, I'm self-sufficient. I'm okay, мне никто больше не нужен. Я вот сам себя здесь могу развлечь. Друзья, вот в церковном контексте это также огромная проблема сегодня, потому что технология также дала сегодня доступ к миллионам проповедей и семинаров. И люди могут сегодня посмотреть самые лучшие проповеди на YouTube, на онлайн. И им уже поместная церковь не так сильно нужна. Мне очень нравится проповедник, Мэтт Чендлер его зовут. И вот если вы посмотрите на YouTube, Мэтт Чендлер, он всегда перед своими проповедями, я не знаю, насколько всегда, вот те, которые я прослушиваю, он всегда делает такое вступление. Он говорит, я очень рад, что я могу послужить тебе этой проповедью. Но помни, что вот эта проповедь, которую ты сейчас слушаешь, она должна быть supplemental, она должна быть вдобавок к тому, к твоему посвящению поместной церкви. Проповеди, он говорит, на YouTube, которые ты слушаешь, они никогда не заменят твоего посвящения твоей поместной церкви и пастырству твоих пастырей. Друзья, почему он об этом говорит? Потому что человек ясно понимает огромнейшую беду, которая сегодня есть, что люди, они больше и больше становятся индивидуальными, им не нужны другие люди. Почему я об этом говорю, друзья? Потому что мы сейчас говорим о способности человека приставить себя в жертву. В жертву для кого? Конечно же, Богу, но там дальше вы посмотрите, написано, для разумного вашего служения. Если вы еще ниже посмотрите, он говорит, для служения именно людям. И проблема в том, что если вы будете самодостаточны, вы никогда не сможете служить другим людям, другим христианам. Матфея 16, 24. Посмотрите, как Иисус говорит, что вся суть христианства заключается в том, чтобы побеждать свой эгоизм. Иисус сказал ученикам своим, если кто хочет идти за мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мною. В первом стихе, посмотрите еще раз, он говорит, я хочу, чтобы вы посвятили себя для разумного служения вашего. Во втором стихе посмотрите, он говорит, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Друзья, что означает не сообразоваться с веком сим в контексте второго стиха? Много сегодня людей это сразу применяют к одежде, к музыке. Я согласен, есть в Библии другие тексты, друзья, которые говорят об одежде, о музыке, о мирском образе мышления, о подражании миру. Эти тексты есть. Но здесь апостол Павел именно имеет в виду мирское мышление, друзья, которое не способно приставить себя в жертву для служения другим людям. Сообразоваться с веком сим, вот именно здесь. Павел имел в виду, что человек не способен положить свою жизнь на алтарь для служения Богу, и следственно, он не способен, посмотрите, познавать волю Божью. Друзья, как много сегодня людей, которые хотят познавать волю Божью? Они молятся об этом, они хотят ее познавать в браке, они хотят ее познавать в подготовке к браку, они хотят ее познавать в воспитании своих детей, они хотят ее познавать в работе, в самых разных вещах, друзья. Они молятся, Господи, покажи мне свою волю. И они думают, что Бог играет с ними в прятки со своей волей, и Он скрыл ее куда-то от них. Друзья, в то время как Библия говорит, что воля Божья начинается с самоотречения от, или с отречения от самоцентризма. Посмотрите, еще один русский перевод, здесь более современный, я верю, что он отражает очень хорошо смысл сказанного апостолом Павлом здесь. Первые два стиха. «Потому молю вас, братья и сестры, ради этого милосердия Божьего принесите свою жизнь Богу в жертву живую, святую, угодную Ему, принимая во внимание все то, что Бог совершил, это служение будет подобающим ответом Ему. Не уподобляйтесь людям этого мира, вместо того, пусть Бог возродит во фразум и принесет вам обновление, чтобы вы поняли и приняли то, что Он желает для вас. Тогда вы узнаете волю Божьей, что есть добро, что угодно Ему и что совершенно». Очень много парафразов здесь, я не поддерживаю такие обычно переводы, друзья, но это парафраз, который очень хорошо говорит о главной сути апостола Павла. Он говорит, что вы никогда не сможете познавать конкретную волю Божью для вашей жизни, если вы не представите себя в жертву для Него сначала. Не важно, друзья, сколько проповедей вы не прослушали, не важно, как много семинаров вы не посетили, конференции, мы должны понять, что для того, для чего вообще Бог нас спас, какая у Него была главная цель, для чего Он нам дает способность питать себя духовно. 2 Тимофея 3 глава написано, для того, чтобы мы были готовы на всякое доброе дело. Друзья, я хочу сегодня задать вопрос каждому из нас, хочу, чтобы мы измерили нашу жизнь, измерили свое сердце. Как много, насколько в этом году Бог преобразил ваше сердце в образ Христа? Вы знаете, я недавно в прошлое воскресенье говорил о надежде, и мы говорили, что иногда мы можем уповать на Божью работу в нашем сердце. У нас есть очень много таких христианских фраз, которые мы очень часто произносим, мы говорим, я там расту духовно, я приближаюсь к Богу, я познаю Бога. Друзья, это все абстрактные очень фразы. Что конкретно мы имеем в виду? Так вот, друзья, одно из более конкретных приближений к Богу, познание Его, это насколько я больше посвятил себя в этом году на жертву для Бога. Насколько я понял, что моя цель в жизни – это не построить бизнес, это не создать карьеру, это посвятить себя для служения Богу. Я сейчас не говорю, что мы должны быть сейчас уезжать все в Африку, друзья, и мы сейчас посмотрим, что означает служение Богу. Это самая элементарная вещь, это служение людям в самых элементарных вещах жизни. Друзья, растем ли мы в этом направлении? Или наоборот, мы становимся все более и более самоцентричными, изолированными, независимыми и не нуждающимся ни в ком из людей. Это очень важно. Третье, посмотрите, это сердце, посвященное созиданию поместной церкви. Первое, мы с вами говорили, сердце, очарованное милосердием Божьим. Второе – это сердце, посвященное для Божьих целей. Третье – это сердце, посвященное созиданию поместной церкви. Причина, почему я подчеркиваю здесь поместной церкви, потому что с 3 по 8 стих Павел говорит именно о служении в поместной церкви. Павел говорит здесь о практике духовных даров, если вы будете внимательно читать. И духовные дары, они даны для чего? Для назидания верующих людей в поместной церкви. Первое послание Коринфянам, 14 глава, очень много об этом говорит, вот один из этих стихов. «Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви». Я сделал для себя такое определение духовных даров, друзья, послушайте. Духовные дары – это практическое проявление веры христианина, через которое он может приносить пользу в духовном развитии других христиан. Духовные дары – это практическое проявление веры христианина, через которое он может приносить пользу в духовном развитии других христиан. Мы уже с вами об этом очень много говорили, я напомню, что если вы читаете внимательно Библию, вы увидите, что любовь к Иисусу Христу, любовь к Богу неразрывно связана с любовью к Его Церкви, с любовью к людям. Это видно хотя бы из стиха, помните, когда Иисус Христос, Он общается с Петром, и Он говорит, Петр, любишь ли ты меня? И Петр говорит, ну конечно, люблю, ты же знаешь, что я тебя люблю, и Он ему говорит, паси моих овец. То есть, друзья, забота об овцах Христа – это самое лучшее проявление любви к их пастору и к своему пастору. Друзья, эти слова Христа не только относятся к пасторам Церкви, они также открывают перед нами сущность того, в чем выражается любовь ко Христу в заботе о Его овцах. Служение Богу – это служение людям. Вспомните, друзья, слова 25 главы Матфея. 25 глава Матфея, 37 стиха, все мы знаем этот текст. Есть неправедные, есть праведные на этом суде. И вот тогда праведники скажут ему в ответ, Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели, когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе. И царь скажет им в ответ, истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших, то сделали мне. Друзья, кто является братьями Христа? Мы с вами, друзья, братья Иисуса Христа в каком-то смысле этого слова, или даже в прямом смысле этого слова. У нас один Небесный Отец. Христос называет нас братьями несколько раз в Писании. Таким образом, друзья, мы должны ясно понимать, что служение Богу, служение Христу неразрывно связано со служением Его младшим братьям и сестрам тоже. Посмотрите, как об этом говорит Павел. Римлянам 12 глава 3 стих. «По данной мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе больше, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил». Вот здесь Павел очень интересно развивает тему служения духовными дарами. Посмотрите, во-первых, он показывает, что подобно тому, как для спасения человека ему нужна благодать Божья. Все мы с вами это знаем. Благодатью вы спасены не по делам и так далее. Ефесянам 2 глава. Вот он говорит здесь, что нам нужна благодать не только для спасения, нам нужна Божья благодать еще и для служения, для жизни. Он говорит здесь, не думайте о себе больше, нежели должно думать. И он подчеркивает здесь, что его апостольство, вот то служение, которое Бог ему верил, это служение, которое было дано по Божьей ему благодати. Есть другие тексты, кстати, где Павел ясно говорит, что я апостол, и он пытается доказать свое апостольство. Но здесь он выходит на один уровень с этими людьми. Он здесь не пытается на них давить своим авторитетом. И он просто говорит, вот по данной мне благодати. И под этим он подчеркивает свое уже апостольство. Потому что он здесь пытается их учить, чтобы они не превозносились. Посмотрите, он об этом говорит в 15 главе, в 15 стихе еще раз. «Но писал вам, братья, с некоторой смелостью, отчасти, как бы в напоминании вам, по данной мне от Бога благодати, быть служителем Иисуса Христа». Вот Павел очень ясно понимал, он имел очень серьезный авторитет в церкви, но он понимал, что это по Божьей благодати. Это абсолютная привилегия, абсолютно незаслуженно им. Вот и подобным образом он говорит, научитесь так же само мыслить о друг друге и о себе. По мере веры, очень интересная фраза, заметьте ее здесь, по мере веры, которую каждому Бог уделил. Фраза «по мере веры», я думаю, что она не совсем иногда понятна некоторым людям. В данном контексте Павел говорит о мере веры, как о мере духовных даров, которые мы получили от Бога. Я сейчас объясню, почему это так. Здесь для этого нужно связать все послание к римлянам. Писание, друзья, нас ясно учит даже здесь, что, во-первых, Бог определяет дары и служения каждого человека. Не мы решаем это. Я не могу сегодня как-то вопросить у Бога духовный дар. Это Бог делает по своему изволению. Мы не выбираем то, что Бог нам дает. Посмотрите, 1 Коринфянам, 12 глава, с 8 стиха. Об этом очень ясно сказано. Одному дается духом слово мудрости, другому слово знания, тем же духом. Там потом перечисляются разные дары. Но написано, все же сие производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Бог определяет нас на служение. Возможная причина, почему Павел здесь ссылается на дары, как на меру веры, это потому, что я уже сказал, что наше проявление духовных даров, друзья, очень важно, наше служение друг другу, это проявление нашей веры. Я смогу вам послужить точно настолько, насколько у меня есть вера, глубокая вера в Бога. И мое служение принесет вам назидание точно настолько, насколько моя вера, она способна это сделать. По мере веры. Если вы сможете лично кого-то обогатить, друзья, укрепить его веру, вы сможете это сделать по мере вашей веры. И служение это ничто больше, чем проявление моей веры в Бога. Вы знаете, у кого-то это проявляется в проповеди. Вот если бы у меня не было веры в Бога, друзья, моя проповедь не принесла бы мне никакой сейчас пользы. Если бы у меня не было личного познания Бога. По мере того, как я познаю Бога, изучая Его Слово, я могу с вами делиться своей внутренней жизнью. У кого-то любовь к Богу выражается посредством его способности петь. Является ли пение само по себе духовным даром? Абсолютно нет. Но это проявление веры человека. И это то, как он проявляет свою любовь к Богу и свою любовь к церкви. И церковь от такого пения получает назидание. Посмотрите, здесь есть несколько духовных даров. Апостол Павел здесь не перечисляет каждый вообще возможный духовный дар. Если вы почитаете 1 Коринфянам, вы почитаете 1 Петра 4 главу, Ефесянам 4 главу. Это все тексты, которые дают некий перечень духовных даров. И вот все они разные, друзья. Это не идет здесь перечисление всего возможного служения в церкви. Но он говорит здесь как несколько. Посмотрите, с 6 стиха. «И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество пророчеству и по мере веры?» Пророчество – это способность человека передавать слова Божьи. Если вы возьмете самый такой обширный смысл этого слова, я сейчас не буду вдаваться в нюансы, как оно проявлялось в Ветхом Завете, как это проявлялось во время Первой Церкви, как это проявляется сегодня. Но самое базовое значение пророчества, друзья, это способность человека говорить от Бога и авторитетно передавать Его Слово. Далее он говорит, посмотрите, имеешь ли служение, пребывай в служении. Это очень важно. Посмотрите, один из духовных даров – это служение. Мы очень часто привыкли ярлык такой вешать, вот все, что делается в церкви – это служение. Но вот есть конкретная категория, которая называется служение. И это очень известное слово здесь стоит – диакония. Наше русское слово «диакон», оно происходит от этого слова. Но, скорее всего, Павел здесь не имеет в виду официальный пост диакона в церкви. Он просто говорит о том, что это то, каким образом вера выражается в жизни некоторых христиан. Это через служение другим людям в самых элементарных вещах, просто в их бытовых нуждах. Помните в Деянии 6 главе? Какие там были нужды? Нужно было позаботиться о материальных нуждах вдов. И для этого избрали мужей, и там используется это слово. Слово «пектись» – это слово «диакония». Они служили этим вдовам. Друзья, в наше время это также проявляется в самых разных вещах. Вы открыли ваш дом для группы, собрания группы. Вы этим послужили людям. Вы послужили приготовлением пищи и организацией наших субботних встреч. Это было проявлением вашего служения. Вы помогли какому-то брату, может быть, или сестре в бытовых вопросах жизни. И у вас к этому есть особое стремление. Вы просто душа человек. Друзья, скорее всего, Бог дал вам этот дар. Просто служение другим людям. Недавно был ремонт в доме. У меня были десятки там братьев, которые пришли помочь мне. Это было тоже, друзья, служение. Мы очень часто привыкли, что служение, оно здесь, на сцене. И вот если я не могу стоять на сцене, значит, я не вовлечен ни в какое служение. Друзья, это самые элементарные вещи. И это тоже, вы знаете, проявление нашей веры. Потому что то, что движет... Я сейчас говорил о братьях, которые помогли мне с ремонтом дома. Я уверен, что то, что движело этими братьями, это любовь к Богу в первую очередь. Второе, из-за того, что они любят Бога, а я дитя Бога, они любят меня. И хотя послужить Богу, они хотели послужить мне. И таким образом происходило вот это служение. Далее, посмотрите, Павел здесь представляет несколько более конкретных форм диаконии или служения. Он говорит, учитель ли, пребывая в учении, учителя есть самые разные. Есть в воскресной школе учителя, у нас есть учителя Слова Божьего, у нас есть учителя, которые проводят всякого рода семинары. Друзья, это тоже служение в церкви. Увещатель ли, увещевай. Слово увещевай или увещание, это греческое слово паракалео, которое буквально означает подойти и быть с кем-то рядом. Вот быть просто рядом с человеком. И оно может иметь как позитивный смысл, так и негативный. Позитивный смысл оно имеет тогда, когда я ободряю кого-то, когда моя цель просто поддержать человека. Кстати, в первом стихе 12 главы Павел говорит, умоляю вас, братья. Вот это слово умоляю, это слово паракалео. Он говорит, я вас увещеваю или я вас прошу. I'm encouraging you guys. Я призываю вас к действию. Или это слово в других текстах Писания, оно имеет больше негативный смысл. То есть, тогда, когда я обличаю, тогда, когда я хочу исправить другого человека. Друзья, но это тоже служение. Это способность человека с любовью, со зрелым подходом подойти и наставить другого человека. Раздаватель ли? Посмотрите, следующее он говорит, раздаватель ли? Раздавай в простоте. Кто такие раздаватели? Не всегда мы используем это слово в нашем русском лексиконе. Это тот человек, который дает. Он очень щедрый. Многих из нас, я знаю, Господь благостоил просто финансами. И в первой церкви были богатые люди. И вот он говорил, что когда Бог дает духовный дар, он вместе с этим духовным даром очень часто благословляет человека в бизнесе. Он благословляет его на работе, и он дает ему расположение сердца, чтобы он вот через это мог пожертвовать эти деньги на дело Божие. Это тоже одно из духовных дарований. Это служение Богу. Начальник ли? Начальство и с усердием. Я не знаю, как часто вы думали о начальстве, как о духовном даре. Но вот здесь он говорит, есть духовный дар начальника. Это люди, которые сделают это с особым благословением от Бога, с особой мудростью. Благотворители благотвори с радушием. Благотворители – это всякого рода способность проявлять милосердие к нуждам других людей. Братья и сестры, как вы видите, посвящение себя на духовное развитие людей по местной церкви является в самых разных формах. И самое главное, что я хочу сегодня помочь нам увидеть здесь, что если мы с вами развиваемся духовно, если мы говорим, что мы растем духовно, мы познаем Бога глубже, ближе, мы возрастаем, и при этом у нас не возрастает посвящение по местной церкви, мы ошибаемся. Это невозможно, друзья. Чем больше вы любите Бога, тем больше вы любите людей, которые являются его детьми. Посмотрите, Римлянам 1 глава, 11 стих. Павел говорит, ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему, то есть утешиться с вами верою общую, вашей и моею. Друзья, вдумайтесь в эти стихи. До этого Павел говорит, что я всегда молюсь, чтобы увидеть вас, приехать к вам в Рим. И он говорит, для чего? Потому что я хочу вас увидеть не просто пообщаться. Он говорит, у меня есть некое духовное дарование. Я еще не знаю, каким дарованиям я буду вам служить, потому что у меня их много. Но он говорит, вот когда мы встретимся, мы сядем и мы будем служить друг другу. Вы мне будете служить вашей верой, а я буду утешать вас своей верой. И у нас будет обмен служения веры друг другу. Вот я это, может быть, утрирую так чуть-чуть, да? Но вот это суть того, что он говорит, друзья. Служение духовными дарами – это ничего больше, чем у вас есть ваша вера, у меня есть моя вера. И по мере познания Бога мы способны утешать друг друга, наставлять друг друга, служить друг другу. Вот то, что он говорит. Я хочу утешиться с вами верою общую, вашей и моею. Друзья, апостол Павел, человек, который известен на весь мир, он говорит, что я нуждаюсь в вас. Вон там римляне, в которых я еще их раньше даже не видел. Он говорит, я хочу к вам прийти, и я нуждаюсь в вас. Можно было бы подумать, что Павел кто и кто, а он уже был независим. Он уже был сам по себе. Друзья, измеряя ушедший год, как у вас дела обстоят с вашим посвящением себя на духовное развитие ваших братьев и сестер? Видите ли вы это то, что посвящение ваше увеличивается или уменьшается? Видите ли вы, что вы способны все больше и больше отказываться от себя ради этого, от своего комфорта? Может быть, даже от потенциального заработка денег, друзья. Но для того, чтобы быть здесь братьями и сестрами, для того, чтобы я мог послужить им. Друзья, даже хотя бы своим присутствием. Даже своим присутствием очень часто мы можем ободрить друг друга на собрании. Согласно Павлу, это еще одно смирение духовного роста. И последнее. Почем говорит здесь Павел в этой главе. Он этому посвящает большинство, кстати, этой главы. Это четвертое. Он говорит сердце, стремящееся к библейским взаимоотношениям между людьми. Сердце, очарованное милосердием Божьим. Сердце, посвященное для Божьих целей. Сердце, посвященное созиданию поместной церкви. И, наконец, сердце, стремящееся к библейским отношениям между братьями и сестрами. Друзья, я хочу, чтобы мы увидели, как все, то, о чем мы сегодня говорим, оно очень тесно связано между собою. Вы никогда не сможете посвятить себя для Божьих целей, если вас не пронзило и не сокрушило его милость, его милосердие. Ваше посвящение для Божьих целей невозможно без посвящения духовному развитию ваших братьев и сестер. Но самое главное, друзья, вы никогда не сможете быть духовно развивающимся человеком, духовно быть созидающим человеком, если вы не посвятите себя поиску любящих и братских взаимоотношений с людьми. Это самое главное. Павел, как я уже сказал, посвящает этому вопросу большинство этой главы. Я напомню еще раз, друзья, что время, в котором мы живем, в это время люди стали слишком самодостаточны и независимы для того, чтобы нуждаться друг в друге. Особенно это часто проявляется, когда у нас какое-то недопонимание, когда у нас какой-то, может быть, конфликт или обида. Очень часто люди даже не имеют достаточно мотивации примириться друг с другом. Почему? Потому что они думают, что это примирение мне не нужно. Вот я поссорился с кем-то, какой-то произошел напряг в отношениях, и пускай это другой человек, ему нужно, пускай придет и покается. Меня это никак не трогает, я со своей стороны что-то сделал. Дорогие друзья, вот ничто, ничто не убивает жизнь в поместной церкви, как подобный образ мышления, в котором мы не видим нужды в братьях и сестрах, которые нас окружают. Если люди, друзья, это вот в церкви здесь, это просто ваши собеседники во время собрания или после собрания. Если это просто люди ваши салавочники. Знаете, вот такие, да? Те, которые сидят с вами на одной лавке. Я уверен, что это не словарное слово. Вот, но если это все, в чем заключается наша церковь, это просто вот брат сидит, а кто такой, да? Мы с ним на одной лавке сидим в церкви, делимся программкой. Друзья, это огромная беда. Давайте с вами посмотрим на то, что говорит здесь апостол Павел. Он нас учит здесь об определенной атмосфере в поместной церкви или среди верующих людей. Вы понимаете, друзья, что если у нас будет самое лучшее служение и учение, и пророчество, и все что угодно, но при этом не будет здоровых библейских отношений между людьми, это будет просто цирк, это будет просто иллюзия, которую мы будем создавать и себе, и всем вокруг, что эта церковь развивается, растет, и мы здесь растем духовно и так далее. Все строится, друзья, в атмосфере библейских взаимоотношений друг с другом. Искренней и настоящей любви. И посмотрите, самое первое, о чем говорит здесь Павел с 9 по 10 стих, он говорит здесь о нелицемерной любви. Нелицемерная любовь. Посмотрите, любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру, будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. Когда мы с вами говорим о любви, есть очень много определений любви, и я дам, в основном, может быть, самое такое простое определение любви. Друзья, любовь – это тогда, когда я посвящил себя благу другого человека. Я реально хочу, чтобы другому человеку, которого я люблю, ему было хорошо. Вот почему апостол Павел здесь говорит, отвращайтесь зла. Вот в взаимоотношениях он говорит, любого рода зла, убегайте от него. Если вы чувствуете, что то, что вы сейчас будете говорить, или ваш разговор идет в сторону зла, он говорит, убегайте, отвращайтесь. Любовь не желает зла другому человеку, и не просто не желает, и остается нейтрально. И он говорит, любовь ищет добра. Он говорит, прилепляйтесь к добру, возьмите за это добро и живите, держитесь за него. Далее, посмотрите, он говорит, будьте братолюбивы друг ко другу с нежностью. Будьте братолюбивы друг ко другу с нежностью. Кстати, слово «с нежностью» здесь очень сложно перевести на русский язык или вообще с греческого языка. Друзья, это слово говорит о том, что наша любовь или братолюбие должно быть не просто на делах. Очень часто мы говорим, что любовь проявляется в делах, это не просто слова. Я хочу добавить, что любовь – это не просто слова, это не просто дела, это еще и чувства. Вот он говорит, with devotion, по-моему, в американской здесь переведено, be devoted to one another. Друзья, это самое элементарное эмоциональное выражение вашего лица, тон вашего голоса, то, как вы этого человека встречаете. Друзья, я должен признать, что особенно в русской культуре, я не знаю, почему так, может быть, потому что у нас жизнь была сложная в союзе, но почему-то, особенно в русской культуре, когда мы здороваемся, вот очень часто человек может поздороваться с тебе с таким лицом, что ты потом ходишь полдня и думаешь, вот имеет, может, он что-то против меня, вот, может быть, он не любит, а может, я его обидел чем-то, вот, и ты думаешь, и ты, ну, потому что реально не понять, это человек расположен к тебе сейчас или он какую-то имеет на тебя обиду. Друзья, быть братолюбивым с нежностью, если мы понимаем смысл греческого языка здесь, он говорит, покажите, убедите друг друга в том, что вы расположены к ним, что они дороги к вам, что вы были рады увидеть их, что вы рады быть с ними в одной церкви, служить вместе к Богу, поклоняться Ему. Это то, к чему апостол Павел нас призывает. У нас нет времени, чтобы на это все смотреть детально, друзья. Посмотрите второе, о чем он говорит. Десятый стих. Почтительность друг друга предупреждайте. Почтительность. Я не знаю, насколько мы это слово используем в нашем ежедневном лексиконе. Мы уже как-то, кстати, говорили об этом слове в цирковном лагере, если вы помните. И это слово «тимей» по-гречески, это слово имеет самое элементарное значение цены той или другой вещи. Вот я могу, друзья, как и с другими любимыми вещами, у меня есть вещи, которые дорого стоят. Вот здесь у меня iPad. Довольно-таки дорогая вещь. Я на нее одел и кейс, я ее не бросаю, я не топчу ее ногами. Ну, дорогая вещь, жалкая. Так вот, друзья, очень часто это та картина, которую Бог рисует перед нами. Он говорит, у вас есть люди, которые дороги вам, с которыми вы относитесь очень бережно, а есть люди, которые просто как тряпки. Я просто потоптал, потоптал, выкинул, и он мне больше не нужен. Я всегда говорю об этом в добрачных консультациях с молодыми людьми. Друзья, любой брак, а брак это мы знаем, это попытка установить взаимоотношения между двумя грешниками. Так вот, любые отношения между грешниками, друзья, между людьми, они строятся, или они будут зависимы, они будут точно пропорционально тому, насколько мы видим этого человека дорогим и ценным. Precious. Если это просто какая-то дешевая вещь, которую я сегодня купил, завтра заказал на Амазоне, выкинул ее, я буду относиться к ней соответственно. Но если я это понимаю, это что-то очень высоко, высокоценное, очень особенное, я буду соответственно к нему относиться. Друзья, вот здесь апостол Павел говорит, научитесь почитать друг друга, ценить друг друга, как детьми Божьими. Слово предупреждайте здесь означает обгоняйте или становитесь друг перед другом. Очень интересно, он говорит, соревнуйтесь друг с другом в этом вопросе. Мы с вами очень много соревнуемся, ну или я надеюсь, мы не соревнуемся, да, люди в мире соревнуются. У кого там лучше машина, у кого больше дом и так далее. И есть такая фраза, кто кого переплюнет. Так вот, друзья, сделайте это в духовном смысле почтение. Он говорит, предупреждайте, обгоняйте друг друга. Отдавайте предпочтение друг другу и посмотрите, кто кого может выше почитать. Здесь такая вот картина идет. В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите, утешайтесь надеждой. Здесь очень много, у нас нет времени на все эти фразы смотреть. Кстати, вот заметьте, друзья, вот эти все слова, они же все между собой связаны. Это же одна здесь идет мысль. В усердии не ослабевайте. Вот если вы хотите стремиться к такой любви, вы будете ослабевать. Он говорит, не ослабевайте, духом пламенейте. И через это вы Господу служите. Утешайтесь при этом надеждою. В скорби, если это принесет вам скорбь. Будьте терпеливы. Мы в молитве постоянно, друзья, в каком это контексте? В контексте служения людям и в контексте любви к другим людям. Если вы поставите себе за цель почитать людей, как я вам сейчас это объяснил, будьте уверены, что вам нужно для этого и много молитвы, и скорбей будет много, и терпения. Вам нужна надежда, чтобы утешаться. Вам нужно быть мотивированным служением Богу и так далее. Увидьте в этой главе все это взаимосвязано. Посмотрите тринадцатый стих. Участие в нуждах святых. Это еще один показатель зрелых библейских отношений. Тринадцатый и пятнадцатый стих. В нуждах святых принимайте участие. Ревнуйте о страноприимстве. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Павел здесь более конкретно говорит о практическом выражении любви среди верующих людей. Кстати, друзья, почитайте внимательно Деяния, почитайте внимательно Библию с целью, чтобы увидеть вот эту вот деталь. Библия делает огромный акцент, особый акцент на служение именно верующим, именно наипаче своим поверия, именно святым. Нет ничего грехованного, если мы также служим неверующим людям, где-то землетрясение есть, мы оказали им помощь без проблем. Наш приоритет, друзья, больше всего Бог на что делает акцент. Вот, заметьте эту фразу, Галалатам 6.10, написано, «Будем делать добро всем, а наипаче своим поверия». Вот здесь он говорит, в нуждах именно святых принимайте участие. Почему это так? Друзья, потому что у Бога есть очень важная цель, друзья, чтобы мы через это участие... Цель не просто помочь, это не конечная цель, а цель построить более любящее библейское отношение между братьями и сестрами, и это приносит Богу особую славу. Посмотрите, как Павел говорит, что у святых есть разные нужды, есть материальные нужды. Он говорит здесь о гостеприимстве, странном приимстве, вот кто-то проезжает мимо, мы для него открыли дом. Также посмотрите, он говорит об эмоциональных нуждах. Есть люди, с которыми нужно порадоваться. У них произошло какое-то счастье, Бог их благословил. И вы знаете, вы не сможете радоваться с радующимся человеком, пока вы не полюбите его. Без любви у вас будет зависть, у вас будет неприязнь, потому что вы тоже захотите иметь то, что он имеет. Но вот настоящий любящий человек, он способен реально порадоваться с кем-то, даже если у него нет того, что имеет этот человек. Иногда нужно разделить боль с человеком. Он говорит, плачьте с плачущими. У человека может быть какое-то горе. Нужно учиться сострадать с человеком. Друзья, вот совместите все это, и вы увидите, как Павел здесь по большому счету говорит, научитесь разделять жизнь вместе. Церковь – это не просто воскресное собрание. Это даже не субботнее общение, это не вторник, друзья. Это жизнь вместе. Слава Богу, что Бог дает нам в церкви, у нас сейчас есть готовое слайд-шоу уже на 11 число. Кстати, приходите, мы будем смотреть его вместе. Мы будем просматривать, оно на полчаса. Очень много, что мы сделали в этом году вместе. Друзья, я был очень воодушевлен смотреть это видео, и я увидел, как мы живем вместе, реально. Наша церковь – это не просто сцена, это не просто воскресное служение. Там есть, может быть, 2-3 фотографии сцены, все остальные фотографии – это наша жизнь просто в бытовых днях, когда мы куда-то выезжаем, у нас какие-то общения совместные, у нас ретриты, у нас выезды на природу и так далее. Друзья, вот используйте эти возможности для того, чтобы строить эти любящие отношения между друг другом. Еще одно апостол Павел говорит – это зрелая реакция на незрелость других людей. Как выглядят библейские отношения? Это нелицимерная любовь, подчтительность, почитание друг друга. Это участие в нужных святых. И также это зрелая реакция на незрелость других людей. Друзья, Павел имел очень-очень здравую оценку реальности. Он не первый год был в служении, и когда он писал это письмо, он точно знал, что в христианстве христиане продолжают жить в грешной плоти. У разных христиан есть разный уровень духовной зрелости. Есть менее зрелые христиане, которые проявляют больше плоти. Есть более зрелые, которые по Божьей милости достигли немного больше уподобления в образ Христов. И вот здесь он рисует то, как выглядит, посмотрите, зрелый христианин. Зрелый христианин, который может правильно реагировать на неправильное отношение к нему. Друзья, очень часто мы с вами думаем, что Библия призывает нас любить других, только когда они любят нас. И порой человек с кем-то поссорился, как я уже говорил, может быть потерял отношение, и при этом у него есть тысячи причин, почему тот человек был неправ. У него есть все основания, чтобы не любить его, не воспринимать, не общаться с ним и так далее. Друзья, Павел нам показывает вот здесь, что не существует ситуации абсолютно. В мире, друзья, в вашей жизни не существует ни одной ситуации, которая дала бы вам право, и мне, любому человеку на этой земле, оправданно ненавидеть другого человека. Или оправданно желать ему зла, желать ему отомщения. Не важно, что он сделал, не важно, кем он бы не был, не важно даже, сколько он зла сделал, друзья, даже умышленно. Вот мы сейчас посмотрим, он говорит здесь не просто о человеке, который нам сделал зло, и потом понял, что он делал зло, и извинился, попросил прощения. Он говорит о людях, которые намеренно делают нам зло, сознательно, специально делают нам зло. Посмотрите, он говорит, благословляйте гонителей ваших, тех, кто гонят, и это делают сознательно. Благословляйте, а не проклинайте. Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Очень важно, если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя возлюбленную, но дайте место гневу Божьему, ибо написано, мне отомщение я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой, то есть человек, который во вражде с тобою, не обязательно ты во вражде с ним, но он во вражде с тобою, если враг твой голоден, накорми его, если жажден, напои его, ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящего голия. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Друзья, вот Павел говорит, что если вы человек, который не способен по-библейски реагировать на зло других людей, вас это зло победило, оно вас задавило, и оно принесло уже вам огромнейший ущерб. Друзья, в этом духовный рост. Вот мы сейчас говорим об измерении жизни, и мы можем очень много проанализировать в прошедшем году, друзья, но вот одно самое главное, что поможет вам реально посмотреть на январь этого года и сейчас, вот за год, насколько я научился более по-библейски, более спокойно с любовью и реагировать на незрелость других людей, на то зло, может быть, которое мне делают. Если человек не стремится быть в мире со всеми людьми, интересно, что Павел здесь говорит, он добавляет, если возможно с вашей стороны, он не говорит, будьте в мире со всеми людьми, этого невозможно, потому что есть люди, которые ты с ними хочешь быть в мире, а они не хотят. Так вот он понимает это, Павел был тоже не маленький мальчик, он такой же самый был человек, он прожил жизнь, и он понимает, что у него тоже были ситуации, когда он то хотел быть в мире, а вот кто-то не хотел. Но он говорит, с вашей стороны, сделайте все возможное, чтобы дать этому человеку понять, что вы на него не имеете зла, что вы любите его и вы хотите иметь с ним здоровые библейские отношения. Друзья, если человек к этому не стремится, неважно, кто бы он ни был, неважно, какой бы он пост ни занимал, какое бы у него служение ни было, неважно, сколько бы он лет ни был бы в церкви, если он не стремится к миру с другими людьми, этот человек остался духовным младенцем, если он вообще возрожден. Последнее, смиренное единомыслие, 16 стих, будьте единомыслены между собой, невысокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе. Друзья, атмосфера служения в церкви строится там, где люди не считают себя выше других. Неважно, какой бы у них ни был уровень образования, социальное положение, вы бизнесмен, или вы самый низкий человек в обществе, он говорит, невысокомудрствуйте, имеется в виду, не думайте высоко о себе, не мечтайте о себе, имеется в виду, не думайте о себе очень много. Дорогие друзья, я хочу, чтобы мы сейчас могли помолиться с вами, чтобы мы могли взять это время, в конце этого года, я приглашаю вас преклонить колени, чтобы мы могли помолиться вслух, пожалуйста, как можно больше людей, я хочу, чтобы мы могли вместе воздать Богу славу, во-первых, за этот год. Вот говоря, друзья, об этих вот признаках духовного роста, если вы видите в вашей жизни, как ваше сердце больше очаровывается милосердием Божьим, как ваше сердце больше посвящается для Божьих целей, как ваше сердце посвящается созиданию по местной церкви и библейским отношениям с людьми, друзья, воздайте славу Богу за это, Вы знаете, я знаю, что Бог делал очень многое на протяжении этого года в наших сердцах. И также помолитесь, чтобы вот эти цели, друзья, они стали нашими целями на предстоящий 2020 год. Аминь? Аминь. Давайте склоним наши колени, помолимся. Аминь. 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 Мэнни. 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 Аминь. 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 Помоги, чтобы мы рассказывали об этом друг другу, Господи, чтобы мы делились об этом, чтобы та работа, которую Ты провел в нас, в нашем сердце, она была очевидна для других. Господи, я прошу Тебя, чтобы Ты помог нам больше доверять Тебе, научил нас и в этом году больше ценить друг друга, ценить поместную церковь, Господи, видеть нужду в друг друге, видеть нужду в собраниях, которые мы имеем, Господи, в мероприятиях. Боже, чтобы сердце наше всегда стремилось, Господи, быть в общении, не просто услышать Слово Твое, не просто попеть вместе, а именно быть в общении. Благослови, Господь, нас, дай нам эту любовь, взращивай нас, Ее, Тебе поклоняемся за все, Тебя славим, Господи. Благослови нашу церковь на этот предстоящий год. Господи, Ты все знаешь, что нас ожидает. Помоги, чтобы мы со всем этим встречались, с уверенностью в Тебе, в Твоей благодати, в Твоей любви, в Твоей заботе о нас. Господи, как в индивидуальной жизни, так и в жизни церкви. Поклоняемся Тебе за все, наш Бог. Аминь. Тебе за все, наш Бог. Хочет Он дать, как же приятно им обладать. Вечно я буду петь с торжеством, об Иисусе, Тебе моем. Вечно я буду петь с торжеством, об Иисусе, Тебе моем. Тебе за все, наш Бог. Вечно я буду петь с торжеством, об Иисусе, Тебе моем. Вечно я буду петь с торжеством, об Иисусе, Тебе моем. Тебе за все, наш Бог. Тебе за все, наш Бог. Иисусе, Тебе за все, наш Бог. Тебе за все, наш Бог. Вечно я буду петь с торжеством, об Иисусе, Тебе моем. Чудные полный мир и покой, Дух мой находит в союзе с Тобой. Даль, чтоб Тебе я сердце отдам, Я б умолялся и возрастал. Вечно я буду петь с торжеством, об Иисусе, Тебе моем. Вечно я буду петь с торжеством, об Иисусе. Тебе зимно моем. Я приветствую вас и хочу сказать, или хочется сказать, поздравляю с лучшим годом, но нельзя. Знаете, когда прозвучали слова, пастор Володя сказал, ну у нас сегодня последнее собрание в этом году, как-то грустно немножко звучит, да. Ну, мы можем сказать, что до сего места помог нам Господь. Вот до сего места. Когда до сего места, это можно немножечко обернуться назад и посмотреть тот путь, которым Он нас вел. Потому что хотим мы или не хотим, это Он нас ведет. Для того, чтобы смирить, для того, чтобы научить чему-то, для того, чтобы показать, да. И также, когда мы смотрим вперед, то у нас тоже, знаете, есть путь вперед. Двадцать первый стих, двенадцатая глава к римлянам. Еще раз напомню. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Дорогие мои братья и сестры, я не обещаю вам грядущего года легкого. Мы в греховном мире живем, в проклятом мире, пораженный злом, пораженным грехом. И поэтому оно будет. Помните, когда-то Иисус Христос молился в своей молитве, и Он говорит, не молюсь, чтобы ты взял их от мира, но чтобы ты сохранил их от зла. Я вам желаю искренне каждому, каждой семье, каждой душе быть побеждающим. Побеждать зло. Побеждать, может быть, самих себя, когда нужно. Побеждать обстоятельства, которые придут, и нам бы не очень хотелось, а через них проходить. Побеждать. Побеждать злых людей, которые встретятся, может быть, на нашем пути, которые будут сознательно что-то сделать. Будь побежден. Пускай Господь благословит нас на новые успехи, на новые победы. Для Его же славы. Аминь. Помолимся. Господь, мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя за то, что Ты помог нам до сего места. Мы благодарим Тебя за то, что мы все можем с Тобою. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что имеем драгоценные обетования, когда Ты говоришь, что сея с вами во все дни до скончания века. Мы благодарим Тебя, Господь, когда Ты смирял нас на протяжении этого года. Мы благодарим Тебя, когда Ты учил нас. Мы благодарим Тебя, Господь, когда Ты проводил нас через какие-то трудности, и мы знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Благодарим Тебя за это. Мы благодарим Тебя за то, что в этот Новый год мы также можем вступать с Тобою. Потому что Ты говоришь, я не оставлю вас и не покину. И поэтому благослови нас, Господь, проходя или живя в этом Новом году, еще более научиться от Тебя. Научи нас, Господь, чтобы мы, проходя и живя в этом году, еще могли больше преображаться в Твой образ. И благослови, Господь, чтобы, как сегодня было очень сильно подмечено и сказано, Господи, чтобы мы предоставили тела наши в жертву живую, в святую, благоугодную для разумного служения. Благослови нас на этого, как каждого в отдельности, так и всю нашу церковь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. Собрание закончено. Приветствуем друг друга. Спасибо. 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 Спасибо.